Мен, корпус на голову. Уоу! Вот это да! Замечается Батиста! Неужели все будет еще быстрее? Все! Поздравляю с победой. Победить удалось достаточно быстро. Насколько вообще рады, насколько планировали именно так? Спасибо. Если честно, я не планировал выиграть так быстро, недосрочно. Потому что это реванш. И видно, что он настраивался на этот реванш. Еще хочу сказать, что первый бой у нас получился чуть больше двух минут. Я попал коленом, когда стояло три точки. Многие все пишут запрещенный удар, что было три точки. Но по тем правилам даже четыре точки можно было бить в голову колено. Я помню, что рефери подошел, пришел в раздевалку и сказал, что разрешено. После этого убрали. Нельзя было после этого бить. Если стоишь на трех, на четырех точках, коленом в голову нельзя. Ну, лишний раз доказал не то, что кому-то, а себе доказал, что в реванше закончил еще быстрее бой. И я думаю, что с Батистом у нас полностью все закрыто. Теперь только бой за титул? Не сложно сказать. У меня последний бой по контракту. Вот это было или осталось еще? Нет, сейчас был. Так что дальнейшие планы я пока не могу сказать, что будет дальше. Мне надо просто побыть с семьей. Я не видел ее два месяца. Ни жены, ни ребенка. Так что чуть отдохнуть, поговорить с семьей и дальше двигаться. А можете хотя бы примерно рассказать, каким было последнее общение с Лигой? То есть, ну, было у вас такое, что вы там на чем-то договорились хотя бы так предварительно? Да нет, ни на чем не договорились. Единственное, что хотели, Лига ИСИ хотела, чтобы я участвовал в гран-при. Но мы знаем, что берется Артем Резников, мой друг. Мы с Артемом поговорили, и я сказал, ладно, Артем, ты тогда в гран-при участвуй, а я буду драться за титул. Но титула я так и не дождался, ждал, ждал, так и не дождался. Так что пока ничего не могу сказать, что будет дальше по моей карьере. Вот если Лига, допустим, на следующий бой, ну, я не знаю, какие именно у вас будут переговоры, но, допустим, мне захочет давать титул на следующий бой, это значит, будете где-то еще варианты себе искать? Да мне сложно сказать. Пока я вообще не думаю о каких-то вариантах, о Лиге. Я считаю, что я после Рашида Магомедова заслужил как-никак бой за титул. Потому что у меня две были победы, получается, к ряду. Но я не знаю, насколько меня Лига ИСИ проверяет. Не знаю. Я считаю, что особо лозизом показали более-менее такой близкий бой. Да, я там проиграл, я не отрицаю. Для победы я не сделал столько, сколько надо. Потому что если ты хочешь забрать пояс, надо забирать уверенно. Так что я думал, что после одного-двух боев я буду драться за титул. Но я его не получил. Но ничего страшного. Я был готов. Я провел хорошие сборы. И был готов драться за титул. Это будет бой, либо не за титул. Мне было все равно в принципе. Александр, а на данном этапе карьеры что вас мотивирует? Ну, в первую очередь, я думаю, это семья. Семья и, думаю, с появлением дочери я, наверное, стал более мотивирован. Друзья у меня рядом, которые мне помогают. С кем я езжу на сборы. Так что вот эти люди меня мотивируют. А если говорить о спортивной составляющей, спортивной карьере? Что мотивирует? Именно спортивной карьере? Да, я думаю, больше всего ребенок. Не знаю почему. Потому что я выхожу ради своего ребенка. Больше всего. На сегодняшний момент. Просто со стороны, кажется, нет как-то такой мотивации драться вновь за титул. Ну, то есть ты более так спокойно относишься к этому? Более спокойно к чему? К титулу. То есть как будто бы... Ведик, поздравляю. Что еще повторить? Как будто бы у тебя нейтральное отношение к бою за титул. Да мне сложно сказать за титул. Я говорю, что я был готов драться именно в март, апрель, май. Вот в эти даты я готов был драться за титул. Но я поехал в Таиланд. Я провел там хорошие сборы. Я приехал домой. Я съездил в Осетию. Сделал сбор по вольной борьбе. Потом я поехал сейчас к этому бою в Казахстан. То есть я был готов драться за титул. Я его ждал. Но по итогу я его не дождался и не получил. Так что сейчас говорить о титуле мне сложно. Что будет вообще дальше с моей карьерой. Я пока сам не знаю. То есть там Курский подходил, по-моему, общались. О чем было общение все-таки у вас? Бой был относительно недавно. Ну Артем сказал, ты машина. На самом деле я никакая не машина. Потому что я такой же человек, как и все. У меня две руки, две ноги. Артем, конечно, за него переживаю очень сильно. Потому что у него всегда тяжелые бои. И когда я дрался с Артемом, я просто хотел пройти ему в ноги. Перевести в партер. Сделать какой-то прием. Не хотел там устраивать какой-то мордобой. Быстренько закончил бой. И все. Но он говорит, я ждал, что у нас будет с тобой за рубом. Мы получим бонус. Я говорю, да зачем нам получать какие-то травмы лишние. Так что Артем, мы всегда с ним общаемся. Все на связи. Дружим. Не то, что там после нашего бой. Мы еще со времен М1 вместе выступали. Вместе дрались. В Америку летали. Так что у нас хорошее с ним отношение. Александр, сейчас у вас такая встреча произошла с Магомедом. Мы с моим достаточно теплые. Обнялись, пообщались. Александр Шельменко скоро с ним драться. А нет такого разве что? Раз он ваш одноклубник, имеет за Александр Шельменко, то должны быть какие-то более, скажем так, напряженные отношения с командой оппонента. Ну как напряженные? У меня с Магой никаких напряженных отношений нет. Почему, если человек ко мне относится нормально, почему я должен к нему с каким-то негативом относиться? Мы с ним часто видимся на этих турнирах на ИСЕ. Всегда он поздоровается. Всегда можно с ним постоять, пообщаться. Так что никакой там вражды нет. Это просто спорт. И все. Ничего лишнего. Никто же не переходит какие-то грани. Никто друг друга не унижает. Еще что-то. Так что, я думаю, в первую очередь надо оставаться человеком и уважать друг друга. Неважно, ты дерешься, не дерешься. Ну, бой пройдет, что они руки не пожмут, что ли? Я думаю, пожмут. Ну, просто Александр говорил, что, допустим, его манера Магомеда, как он вызвался, раздражает порой. А вас, получается, не раздражает? Ну, как говорят, Магомед расслабляет своих оппонентов. Ну, меня как он может раздражать или еще что-то. Я к нему нормально отношусь. Мне он никогда ничего плохого не сделал. И никогда в мою сторону ничего плохого не говорил. Так что, ну, нормальный, порядочный парень. Воспитанный. А Александр Шлеменко сегодня мог оказаться в углу? Обсуждалась такая идея? Нет. Этого точно не обсуждалось. Потому что... Ребята были, вот, парень прилетел как раз, тоже был на сборах в Казахстане. Шавкату Рахманову помогал. Они все готовятся. Соседи. Я вот с ним на сборах был. Вместе. Антон Колосниц у меня в углу был. Сегодня у меня был по ударной технике в углу и также борец. Так что, никаких проблем не было. Александр сейчас готовится к своему бою. К своему турниру, который у нас будет проходить в Омске. СФС. Так что, там ребята готовятся, кто у нас будет выступать в Омске. Так что, у него работы хватает. И он остался в Омске помогать ребятам. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.